Он напоминает игрушку, однако абсолютно не похож на роботов, которых мы привыкли видеть в фильмах. Экранный образ от реального сильно отличается, но именно такие машины каждый день помогают людям в различных сферах жизни. Этот катер создавали для помощи и охраны водной части заповедника Утриш. Идея создания появилась после того, как мы посетили экскурсию в данном заповеднике. Мы увидели, как много сил и средств тратится на обеспечение безопасности заповедника. Например, по берегу ходили казачьи патрули, на воде плавали бензиновые лодки не экологически чистые. И мы решили сделать что-то вроде этого катера. Получилось достаточно хорошо. Автономный беспилотный морской робот с фото- и видеосъемкой, сиреной, GPS-навигацией. Экологически чистый. Такое даже не каждому взрослому человеку под силу. А вот мальчишкам со станции юных техников удалось построить шедевр. Робот отслеживает редкие виды птиц, выявляет нарушителей, набирает воду для лабораторных анализов. На столичном фестивале это достижение пользовалось особой популярностью. У нас было такое, ну, непреднамерное, ну, предчувствие. Потому что около нас все время было больше всего народу, люди все время собирались у нас. И судьи были заинтересованы нами, все время подходили, смотрели. При постройке робота применялось серьезное оборудование. Стоимость такой модели более 100 тысяч. У катера два мотора, что позволяет достигать скорость до 100 километров в час. А с помощью специальных очков можно погрузиться в виртуальную реальность. Робот оснащен сиреной. Если вдруг мы заметили нарушитель, мы можем просто задействовать эту сирену. Конечно же, будет воздействие психологическое. О, меня робот какой-то заметил. И мы можем привлечь в ближайший патруль. На испытание чудо-катера пригласили руководство природного заповедника «Утриш». Заместитель директора Ольга Быхалова заинтересовалась изобретением подростков. Робот действительно окажет большую помощь специалистам заповедника в их работе.